12 часов 17 минут в Риге. Здравствуйте, как всегда в это время на радио Болтком программа «Разворот». Меня зовут Екатерина Сафронова. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. А в гостях у нас сегодня главный врач Центра инфектологии, профессор университета имени Паула Страды, Набайба Розентала. Здравствуйте. Здравствуйте. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Это телефоны прямого эфира. Вы можете звонить нам и задавать свои вопросы. Также вы можете писать нам видеочат на портале MixNewsLV. Там же вы можете видеть прямую видеотрансляцию из студии Радио Болтком. Ну а пока вы дозваниваетесь, формулируете свои вопросы, мы начнем. И начнем, наверное, тем у нас достаточно, в принципе, которые мы можем обсудить. Но начнем, наверное, с такой насущной темы, как пришедшая весна и клещи. 8 марта в вашем Центре инфектологии был зарегистрирован первый в нынешнем сезоне укус клеща. То есть, я так понимаю, что мы можем говорить уже о начале, об активности клещей? В принципе, можем начинать говорить об активности, потому что активируются клещи, если средняя температура дневная и ночная. То есть, суток плюс 2, плюс 6 градусов. Это, конечно, в различных местах Латвии по-разному. Но, очевидно, где-то проснулся клещ и нашел своего кормильщика. В данном случае это было человека. Клеща сняли, и клещ оказался, к счастью, отрицательный на вирус клещевого энцефалита. То есть, не заразный. И ежегодно обследуется до 7 тысяч клещей. Бывает, когда за какой год, там, 5 тысяч, когда даже 8 тысяч клещей. И к концу сезона мы можем сказать, сколько инфицированных было. Вот в прошлом году было инфицировано 4,6% из всех обследованных клещей. То есть, это немного. Ну, как сказать, из 100 клещей все-таки почти 5 инфицированных. Если сравнить несколько лет тому назад, самая высокая инфицированность была 8%. Ну, почти каждой десятой клещи. Все-таки опасность составляется. И клещи ведь переносят не только клещевой энцефалит. Против клещевого энцефалита у нас есть вакцина. И если человек получил полную трехкрасную вакцинацию, то ревакцинация 1 раз в 5 лет. Ну, и после 60 лет 1 раз в 3 года. Так написано в аннотации вакцины. И действительно, определяя антитела, иммунитет сохраняется довольно длительно. Те, которые переболели клещевым энцефалитом, у них, ну, по сей день считается, что сохраняется пожизненный иммунитет. И уже с 2006 года в Латвии вакцинируются весной те дети из тех предместьев, где зарегистрированы в последние годы высшие среднего по республике заболевания клещевым энцефалитом. Вакцинацию предоставляют государству за государственные деньги. Но тут одно «но». В этом году сказано, что это будет в 24 или 26 предместьях. И там конкретно совершенно не перечислено, через семейных врачей это будет делаться. Но насколько там хватит средств для вакцинации и охватит ли это всех детей, это, конечно, очень трудно предположить. Это будет видно потом. Но надо полагать, что в Латвии вообще по использованным вакцинам вакцинировано где-то пределом 10-12% населения. Это мало? Это, конечно, мало. Потому что мы являемся эндемической зоной. Но что же делать с остальным? Потому что вакцины реально дорогие. Я помню, когда начиналась вакцинация в середине 90-х годов, стоимость вакцины была где-то не полных 3 лата. Сейчас стоимость, я в евро посмотрела, в Центре пиктологии, где, насколько я знаю, самые дешевые вакцины. 27 евро для вакцинации взрослых и 25,61 для детей. Детская вакцина чуточку дешевле, но все равно очень дорогая. Конечно, но еще, конечно, вот с этой экономической ситуацией люди чаще пропускают ревакцинацию, и это очень жалко. И тогда они приходят, например, ну не через 3 года или через 5, а через 6 лет, и спрашивают, ну надо или не надо вакцинироваться заново 3 раза или только ревакцинацию. И мы предлагаем тогда обследовать антитела, определить, какие же концентрации антитела в крови. Это, возможно, лабораторно очень быстро сделать, но, к сожалению, это тоже платная услуга. И сегодня она стоит 15 евро 65 евроцентов. То есть это не полная какая-то прививка, да? Нет, получается как. Если сохранилась, то, может быть, хватает вот этого одного укола ревакцинации. А если не сохранилась иммунитет вовсе, то надо заново все начинать. Ну а что делать тем, которые все-таки не могут позволить? Может быть, из-за состояния здоровья, не только из-за экономических возможностей или невозможностей. Имеются аллергические реакции, непереносимость вакцин. Но тут надо очень следить. Если мы выходим, а мы выходим много на природу гулять, и клещи могут быть и в парках города Риги, не только надо там в лес ходить. Просто когда возвращаемся домой, ну, переодеваемся, надо посмотреть на теле, не ползет ли вот этот маленький клещ, потому что поначалу это очень маленький, а потом уже какая присасывается. Тогда будет вирус, если содержит. И чем дольше питается, тем больше вирус попадает в организм. А прививка полностью защищает от энцефалита? Фактически прививка защищает. Это, конечно, бывает, так считают, 3% населения, которое не имеет конкретной вакцине ответной реакции. То есть, может быть, к вакцине дифтерии имеет, к вакцине, скажем, полиомиелита имеет, а к вакцине клещевого энцефалита или наоборот нет. Это индивидуальные такие особенности иммунной системы, но таких людей очень, к счастью, мало. А если ответная реакция есть, то иммунитет очень высок. И действительно, среди заболевших ни разу не было людей, которые получали правильные курсы иммунизации, чтобы заболели клещевым энцефалитом. Сколько же за год регистрируется в Латвии? В последние годы это где-то порядка 300-360 случаев клещевого энцефалита. Но тут я хочу чуточку успокоить людей. Ведь, опять-таки, взаимодействие вируса и человеческого организма протекает на разных уровнях. Бывают очень легкие формы, которые так и не диагностируются, как клещевой энцефалит. Это такое историческое название. Может протекать по гриппоподобному такому течению. То есть повышается температура, слабость, ломит кости, проходит в течение 3-5 дней. То есть человек может не заметить? Конечно. И вот если, например, у нас приходят люди и говорят, ой, мне часто присасывались клещи, я никогда не болел. Ну, не знаю, вакцинироваться, определите мне антитела. Мы определяем, и действительно имеются антитела. Это называется так называемая бытовая иммунизация. Но на это положиться нельзя, потому что тогда надо все время, чтобы время от времени присасывались инфицированные клещи. Как бы они вводят живой вирус. Вакцине ведь не живой, это инактивированная вакцина. Там только белковая структура, которая способствует ответной реакции иммунитета с образованием специфических белковых структур, которые называются специфическими антителами. Именно против вируса клещевого энцефалита. У нас есть уже телефонные звонки по двум линиям. Одевайте наушники. Алло, здравствуйте. 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 В нашей школе заболели двое детей скарлатиной. Расскажите, пожалуйста, об этом. Спасибо. Скарлатина – это стрептококковая инфекция. И, конечно, это инфекционное заболевание. Чтобы сказать, что это скарлатина, сыпью и изменениями в миндалинах, это мало еще, обязательно надо лабораторное подтверждение, чтобы сказать, что это скарлатина. Стрептококковая инфекция, которая вызывает скарлатину, серьезно тем, что если не вылечить в острой стадии, то поражение в последующие, бывает миокардит, то есть поражение сердечной мышцы и может даже поражаться и клапаны сердца, и поражение почек. Поэтому скарлатину надо, во-первых, диагностировать, и, во-вторых, лечить антибиотиками. А насколько она заразна? Конечно, это заразно, особенно для детей. Это воздушно-капельная инфекция передается от заболевшего человека, если там, поэтому и упомянули, что двое детей заболели. Насколько опасно, что вся группа или весь класс может заболеть? Это все зависит от того, насколько силен неспецифический иммунитет у каждого из детей и какая инвестирующая доза. Те, которые были теснее, возможность заражения довольно велика, до 30%, но там довольно тесный и длительный контакт должен быть, чтобы заразиться, и еще недостаточный клеточный иммунитет конкретного ребенка. Есть еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Недавно в Кулеучилу, может быть, сказали, скажите, пожалуйста, а вот какова статистика именно не энцефалита, а вот этого лайма-боррелиоза? Да, 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 да. И правда ли, что до сих пор нету, значит, лекарств на него? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я как раз хотела рассказать, что по части у клещей могут быть одновременно и вирус клещевого энцефалита, и бактерия, которая вызывает болезнь лайма, или, вернее, лайм-боррелиоза. Лайм-боррелиоз протекает очень типично. Это ранняя форма диагностируется клиникой эпидемиологически. Появление красных пятн, субфибрильная температура, ломота в костях, общая интоксикация. Но, к счастью, лайм-боррелиоза ранее диагностируемый, очень хорошо подается лечению, потому что это бактериальная инфекция, и лечить надо антибиотиками. И для взрослых используются антибиотики тетрациклинового ряда, но для детей это нельзя делать, поэтому там другого группы. Но все антибиотики, к счастью, рецептурные медикаменты, и поэтому обязательно надо обращаться к врачу. Но чего нет против лайм-боррелиоза? Действительно, нет вакцины. Лайм-боррелиоз намного актуальнее не в Европе, и, в частности, в Латвии, а именно в США. Да, и они старались создать иммунитет против этих подтипов, которые барелы и циркулируют, но вакцина оказалась неэффективной, и они отказались от этой вакцины, и поэтому в мире нет вакцины против лайм-боррелиоза. Если лайм-боррелиоз запущенные случаи, уже поздние диссиминированные формы с поражением суставов в основном, и с поражением сердечной мышцы, тогда, конечно, лечение длительное, и там совсем другие антибиотики, и более затруднённое. И в США дают даже такие данные, что самое частое поражение, то есть артрит и поражение суставов, причиной являются именно эти баррели. Но я так понимаю, что болезнь лайма не только можно заразиться от клеща, то есть болезнь лайма где-то, каким-то образом ещё можно её... Нет, болезнь лайма только от клеща, но если вирус клещевого энцефалита находится в слюных железах у клеща, то бактерии находятся в кишечнике, и поэтому очень важно, как мы снимаем клеща. Никогда голыми руками нельзя это делать, потому что мы же давим клеща, и если у нас микротраммы на руках, то если в кишечнике эти баррели, они попадают под кожу и распространяются по лимфатической системе и вызывают воспаление подкожной клетчатки, и поэтому и появляются эти нерегулярные красные пятна. И что очень важно, ведь антибиотик и врач будет назначать как минимум на 2 недели, а по сегодняшним данным рекомендуется 3 недели. И человек почувствует хорошо после начала приема антибиотиков, уже через 3-4 дня, и пятна исчезнут, температура нормальная, самочувствие хорошее, и человек принимает решение, ну зачем же я 3 недели буду портить свой организм. А баррелии не погибли, и начинаются рецидивы, и мы даем возможность им размножиться, пойти в кровяное русло, и развивается ранее распространенная форма, и тогда уже поражаются мозговые оболочки или мозговое вещество, то есть образуются мини-ганцефалиты, потом излюбленное место – это сердечная мышца, и третье место – это суставы. Но эту форму тоже еще удается лечить, но что касается хронической формы с поражением суставов и сердца, как я сказала, там уже труднее. Там повторные, повторные курсы антибиотиков, но совсем вылечить тогда уже невозможно. У нас сейчас перерыв на новости и рекламу. У нас в гостях главный врач Центра инфектологии, профессор Латвийского университета имени Страдыня, Байба Розентала. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Разворот». В студии Екатерина Сафронова помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн, а в гостях у нас сегодня главный врач Центра инфектологии Байба Розентала. Здравствуйте еще раз. Мы говорим, в частности, про клещей. На них мы и закончили. Я напомню, номера телефонов 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы и закончили как раз говорить о том, как правильно снимать клещей. Вот, может быть, напомните, как правильно снимать. Там есть спиртом, маслом, куда поворачивать? Конечно, если сами люди снимают, то хорошо было бы, если хозяйственные опечатки были резиновые, или еще лучше, если пинцет. И тогда надо тампон, ну, скажем, это, ваты поставить спиртосодержащим средством. Ну, хоть это может быть и водка, алкоголь, спирт там абсолютный. Но масла не надо, потому что, ведь, что мы делаем спиртом? Спиртом мы даем, как бы, ну, расслабиться клещу. Он просто, если так можно сказать, напивается. А если мы маслом мажем, то мы закупориваем дыхание, и тогда идет, как бы, отрыгивание, и больше поступает как раз вируса в кровь. Поэтому масло не следует ставить. Надо подержать 3-5 минуты, и потом ротирующими такими движениями стараться, если пинцет, или если просто пальцами, но не голыми руками, вытащить клеща, и потом уже решать. Если человек вакцинирован, ну, не надо проверять клеща, конечно. Не надо, да, если есть вакцина? Это, конечно, в интересах человек оплачивает, государство знает и много. Обследуем, это как бы выгодно, но для человека это ничего не дает. Ну, ну, он знает, был или не был инфицирован. Если он вакцинирован, никакого смысла нет. А если вакцины нет, насколько вы рекомендуете, вот что следует обратиться? Вы знаете, а что же дальше? Ну, хорошо. А если снят, например, клещ, который еще не впился, вот он еще совсем маленький, и вроде как ползет. Да, все равно, если были какие-то маленькие повреждения кожных покровов, то может случиться такое, что все-таки вирус попадает, но концентрация очень небольшая. И поглощается это лейкоцитами. И фактически тогда люди не заболевают. Или заболевают гриппоподобными формами, и не знают, что это вообще клещевое энцефалита. Но многие ведь приходят, особенно в Риге, и особенно если к детям присосались эти клещи в приемные отделения, и тогда медики снимают клеща быстро и правильно. Но обследовать это, даже если человек не вакцинирован, ну, хорошо, обследовать. Обследовать тоже не дешево. Знаем, ну, почти 16 евро обследования. Поэтому, ну, что это дает для человека? Ведь нет никакой экстренной профилактики. Иммуноглобулин противоклещевой, который в России производился, ведь в Евросоюзе не разрешен. И поэтому экстренной такой спешной профилактики нет. Надо просто себя наблюдать, повышается, не повышается температура. Если вдруг повысилась температура, болит голова, немедленно надо вызывать скорую помощь, чтобы отправили в больницу. Потому что те формы, как протекают, чаще это менингиты. А в тяжелых случаях это менингенцефалиты или даже развиваются параличи. Но, к счастью, это менее 5%. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Что меня удивляет, что инфектологи только сейчас обнаружили этого клеща. Я вот поверьте мне, поверьте на слово, в 9, 10 и в 11 году. Последовательно. В 9 в январе, в 10 феврале, а в 11 марте. Вот так вышло. И знаете, где я этих клещей ловил? Не знаю. Да, в электричке. Потому что там лапник этот возят. Ну, вот на базар продают там этот еловый лапник там, да, вот все прочее. И мешками возят. И, видимо, клещи остаются там, да. И вот поэтому меня удивляет, что только в марте. Я, правда, тоже не ходил. Ну, вам надо быть аккуратнее. Теперь в апреле, наверное, можете поймать клеща. Не-не, ну, это был... Я честно говорю. И что хотел еще сказать. Вот я сейчас ходил, вот прививался 4-го числа, я прививался. Да. У моего семейного врача это стоило 33 евро. Я, вот. Ну, у меня, слава богу, ну, честно, радость у меня такая. У меня страховая компания, она мне это оплатила, да. Вот уже... Вам повезло. Мне не повезло, я страхуюсь, да. И я думаю, что это один из выходов, потому что у меня один приятель, вы знаете где, в Елгаве на Добельском шоссе есть кладбище. Летом пошел хоронить друга и там поймал, и поймал именно зараженного. Он там ездил, ну, под Вэфовским мостом, там есть и лаборатория, да. И тогда еще, когда этот гамма-главулин был, это ему в солидную сумму обошлось, да. Поэтому этот клеща можно где угодно поймать, и совсем не обязательно за этим ходить в лес там. Спасибо вам. Спасибо. Вы все сказали совершенно правильно. И правильно я о том, вот как раз эти лапники, как вы сказали, это все верно. И мы тоже встречались с такими случаями. Ведь в наше поле зрения попадают те пациенты, которые приходят с просьбой снять клеща. И мы говорили о том, когда первый пациент обратился, это было 8 марта. Но это верно, что вы говорите, и вы очень хорошо рассказали эпидемиологию и историю, какая была профилактика. Так что спасибо, все совершенно верно, я стопроцентно согласна с вами. А когда самое время делать прививку? Конечно, лучше все делать своевременно, чтобы когда начинается активность клещей, уже был иммунитет. Но можно делать целый год, только надо помнить, что иммунитет будет 2 недели после второй прививки. А промежуток, если так называем, быстрая схема между первой и второй прививкой 2 недели, а если плановая, тогда более хорошо развивается иммунитет, тогда интервал между первой и второй 1-2 месяца. Но вакцина инактивирована, неживая, она сама не может вызвать заболевание. Даже если клещ присослется, инфицированный, то человек ни в каком мере не заболеет тяжелее. Наоборот, антитела уже через 3-4 дня начинают образоваться, но их в недостаточном количестве, чтобы нейтрализовать весь попавший, ну, все количество вируса. Так что, конечно, лучше своевременно, но можно целый год это делать. Я еще хотела затронуть такую тему, как в целом прививки, не только касающиеся энцефалита и клещей. Вот как дела обстоят сегодня с прививками у нас в Латвии? Вот какое-то время назад была такая тенденция отказа от вакцинации родителей. Вот какая отзывчивость сегодня родителей? Врачи били тревогу, что могут возродиться давно забытые болезни. Вот как вот сегодня? Надо сказать, что охват вакцинации в первом году жизни, по данным Центра по контролю за болезнями и профилактикой, в первом году жизни довольно хороший. Как против какой инфекции? Там достигает против полиомелита даже 95-98%. С этим мы бы могли быть довольны. Но в то же время, вы правы, отказ родителей довольно велик, и особенно это возраст, когда дети идут в школу в 7-летнем возрасте, потом в 12 лет, значит, вакцинация девочек против вируса, который вызывает рак шейки матки. И там уже охват очень низкий. И вы знаете, чтобы увеличить этот охват, во-первых, конечно, надо больше информационную работу проводить, но по образу старых евросоюзных стран, вакцинацию все-таки для школьного возраста надо проводить в школах. И Рига до сих пор это делала в школах. Конечно, сестичка информировала, через письмо и родители могли бы убирать, идти к семейному врачу или в школе это делали, в школу приходили врачи. Но это довольно сложно с финансовыми средствами. И если мы хотим охват увеличивать, то фактически надо вовлекать медиков, вот, сестер, школ. А вот что касается вот этого вируса папиллома человека, то вот много негативных отзывов об этой прививке. Побочных явлений фактически не существует. Прививка дорогая, оплачивается государством. Поэтому, конечно, это очень хороший выбор. И это не только практика стран Европы, которые включили, они более богатые, но инициатива исходила не со стороны инфектологов, несмотря на то, что это вызывается вирусом, но со стороны онкологов, гинекологов, которые видят последствия уже и рак шейки матки. Я точно не скажу, на каком месте по частоте раков, но в первой десятке, несомненно. И поэтому, если мы имеем онкопрофилактику, то лучше ничего нельзя придумать. Телефонный звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я отец трех детей до пяти лет, все трое. И, соответственно, там семейный врач все время предлагает, иногда настаивает, что нужно сделать определенные прививки на вакцинацию разных болезней. У меня такое сомнение в последнее время возникает, о чем вы говорили до этого, что были некоторые случаи, что от вакцины дети умирали. То есть это были случаи в Латвии, были несколько громких случаев. Один даже стучился с такими, скажем, знакомыми, знакомых, что у них умер мальчик. Не так давно это было. Не могу точно сказать, какой именно прививки, но как бы случай, факт такой был. И скажите, пожалуйста, вот на самом ли деле все вакцины, которые... Их стало что-то как-то много так, даже там выдают такой список, бумажка, штук 20, наверное, их там в определенный период нужно делать. Ну, нужны ли они на самом деле все эти вакцины? То есть нет ли такого, что болезни, от которых вакцинируются, они не такие опасные, даже если человек заболевает, довольно легко лечатся. Не слишком ли много вакцин стало? Спасибо вам. Хочу ответить, что не стало много. У нас вообще в календаре 13, против 13 болезней. И мы говорили сегодня о клещевом инсовалите. Это же коммерческая вакцина. И это не единственная коммерческая. И против вируса, то есть инфекционного гепатита, это коммерческие вакцины. То есть отнюдь не все в календаре оплачивается государством. Что касается вакцин, просто мы в те годы, я знаю очень хорошо, какой календарь был в советское время. Он тоже был хорошим, но вакцины были совсем другое качество. Много было так называемых живых ослабленных вакцин, а сейчас инактивированные вакцины. То есть они содержат какую-то часть возбудителя, и сами по себе заболевания не могут вызвать. Но, естественно, как любые препараты, вакцины очень проверены. Но в то же время сказать, что от любого химического препарата не могут быть аллергические реакции, непереносимость какого-то определенного составной части, это нельзя. Но известно, что при детских вакцинах общие осложнения, которыми или побочные явления, можно сказать, являются повышенная температура, общие ненамогания, краснота в месте введения вакцины, опухлость. Это менее чем в одном проценте случаев. А случай, о котором упомянул радиослушатель, когда погиб ребенок, это известный, это, конечно, крайне трагический случай, но это вакцина против туберкулеза. Это вакцина БЦЖ, которая производится в Дании в институте Сэрум, Статтен институт в Копенгагене. Очень как бы проверенная вакцина. А почему вообще делается против туберкулеза? Не для того, чтобы не заболели туберкулезом, но чтобы не было диссиминированного туберкулеза мозговых оболочек, почек, костного. То есть, чтобы не было то, что раньше называли миллиардным туберкулезом. Но против остальных инфекций я бы рекомендовала вакцинировать. И я всегда вакцинировала и своих детей. И это были совсем, конечно, другие вакцины, потому что это было давно. Это были 80-е годы, начало, конец. Но и сейчас у меня пятилетний внук, и я вакцинирую не только против всё, что в календаре, но и каждый год против гриппа. И он получал и пневмококковую вакцину, потому что фактически у нас иммунная система очень умно построена. Есть ли нет аллергических реакций, которые, например, анафилологический шок является совершенно противопоказанием, против вакцинации. Но если таких отводов нет, то я бы рекомендовала вакцинировать. Ведь только благодаря вакцинации дети не болеют полиомелитом. Вся Европа, вся Северная Америка свободна от вируса полиомелита. А до начала 60-х годов сколько было боленных полиомелитом, погибали или оставались инвалидами с вялыми параличами. Голова ясная, но, значит, каталки к креслу прикованы ребёнка. К счастью, такого нет. У нас нет натуральной оспы. Мы искоренили корь, фактически корь. А корь, осложнение – это коревые энцефалиты. И сейчас, например, во Франции уже третий год эпидемии кори. И я была на Европейском регионе два года тому назад, меня попросили про как раз вакцину против папилломовируса, как это мы будем выступить. И тогда коллеги из Франции докладывали, почему у них эпидемия. Потому что у них всё доступно. Вакцины доступны, семейные врачи доступны, денег хватает. И вдруг просто они не уследили, что охват вакцинации ниже 70%. А чтобы образовался коллективный иммунитет, надо, чтобы было не менее 85% и выше охват вакцинации. И если кто-то говорит, например, сегодня, вы знаете, ой, я своих детей не вакцинирую, они ничем не болеют из этих вакцин, регулируемых инфекций. То это не благодаря тому, что не вакцинируют, а благодаря тому, что более 85% очень сознательные люди, которые вакцинируют своих детей. И образовался коллективный иммунитет. И, ну, я так говорю образно, вирус прибежал к одному, ой, у него иммунитет. К другому, к третьему, к десятому, тысячному иммунитет. Ну, значит, территория неблагоприятная, будем искать, где неиммунные организмы. Поэтому я, конечно, бы советовала вакцинировать. Ну, а вот что касается, есть прививка, например, от ведрянки, которая считается детской болезнью. И говорят всё-таки, что ей лучше переболеть в детстве. У меня пятилетний ребёнок, я ему сделала эту прививку. В тот же год от другого ребёнка заболела сама, потому что не было ни прививки и в детстве не болела. Вот и сейчас меня волнует такой вопрос. Ребёнок, возможно, он переболел вместе со мной, только с одним прыщиком, которым я не заметила, без температуры. Возможно, он не переболел, возможно, его прививка защитила. Вот тоже такой вопрос. А если бы он не был привит, он бы переболел, этот вопрос был бы снят с повестки дня? С ветериной оспы такое дело, что это герпетический вирус, херпезостер, и вирус после переболевания сохраняется в организме. И во второй половине жизни, когда, может быть, человек не будет болеть и никогда это не проявится, а если, например, какое-то онкологическое заболевание, какая-то иммуносупрессия, недостаточности иммунитета, то этот герпетический вирус начинает размножаться. Где же он живёт? Он живёт в симпатической нервной системе. Есть такие ганглии. Это проявляется как опоясывающий лещай и может выражаться с высокой температурой, с сильными неврологическими болями. Может развиваться и даже менингиты, менингенцефалиты. Поэтому прививка, чтобы человек не заражался и чтобы вирусы не оставались в организме. Но, к сожалению, болеют, конечно, и с тяжёлыми формами. Мы обычно привыкли, что там, ну, я не знаю, сыпь 20, там 40 прющиков, намазали зелёнкой и всё, скажем, через... Но, фактически, ветряная оспа довольно долго длится. Ведь инфекционный пациент до того момента, пока отпадает последняя вот эта кроза, которая там на этом пузырьке, значит, так что ветряная оспа, она не является такой безвинной инфекцией. Но что доказано? Что должна быть ревакцинация в семилетнем возрасте. И если не введут ревакцинацию, потому что вакцина была относительно новой, и оказалось, что то теряет смысл. Поэтому это очень важно. Телефонный звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к гостям. Вот очень много французов, причём далеко не бедных, да, едут лечиться и на разные профилактические мероприятия именно в Белоруссию. Так неужели нельзя белорусские лекарства, ну, закупать это было бы и дешевле, да, и, может быть, не надо было делать тогда эти коммерческие, а чтобы были эти вакцины доступны и простым людям. Спасибо. Ну, наверное, дешевле в самой Белоруссии, если, наверное, заказывать к нам, то она будет, возможно, и дороже. Вы правы, вы правы. И некоторые даже, ну, там две проблемы. Во-первых, мы в Евросоюзе, и регуляция рынка всякая, и в том числе и в отношении лекарства. И поэтому центральное лекарственное агентство – это в Лондоне, а мы только филиалы, все участники Евросоюза. И там очень строгие правила, какие лекарства можно завозить, какие нет. Но вы правильно сказали то, что ведь в странах и в России, и в Белоруссии датируется много препаратов, которые особенно они сами производят. Поэтому если пойдет импорт, тут они будут дороже. Но самая большая проблема, конечно, что они не проходят тот контроль качества, который требуется по требованиям Европы. И поэтому просто не разрешается ввоз этих препаратов. У нас, в принципе, время заканчивается. Мы уже не успеваем о всех запланированных темах поговорить. Хотели мы о спайсах поговорить. Уже не будем мы затрагивать эту тему. Может быть, в завершении затронем опять же вирусные все эти дела. Грипп в этом году прошел у нас стороной или не прошел? Вот как вот? Все, завершился ли этот этап? Можно о нем забыть на данный момент? Еще не завершился. Циркуляция вируса гриппа существует во всей Европе. И по БОЗовским данным Европейского региона, фактически заболеваемость растет, заболеваемость гриппом. Но в то же время, если сравнить с эпидемией прошлогодней, прошлого сезона, то в этом году такой эпидемии не было. Вирусы, которые циркулировали, 4 по типу были, 2 по типу, и пандемический, и не пандемический. Но так как с не пандемическим многие не встретились, люди болеют. Конечно, в центре патологии поступают только те, у которых осложнение. Вот сегодня тоже у нас 9 пациентов с гриппом. У всех А грипп и пневмония, воспаление легких. Так что совсем стороной не обошел, но такой эпидемии, как в прошлом году, к счастью, не было. В прошлом году в эпидемии гриппа погибло 80 пациентов. А вот что касается еще в этом году, было таких много вспышек у детей. В частности, неожиданно появляется высокая температура. Ты ее сбиваешь. Температура очень высокая, там под 39. Нет ни кашля, ни соплей. Утром 37, вечером ребенок абсолютно здоровый. И уже вроде как и к врачу обращаться неудобно, вроде ничего нет. И не знаешь, что делать. Можно возвращаться в школу, в садик или нельзя. Это вот тоже какие-то новые вирусы, инфекции? Думаю, что мы забыли о... И как нам реагировать на родителям? Фактически по состоянию здоровья. Если температура выше 38 градусов, обязательно надо понижать температуру. Потому что даже говорят иногда, ой, хорошо переносит температуру 39 градусов. Но в клетках происходят порой невозвратимые нарушения метаболизма, обмена вещества. Поэтому обязательно надо понижать температуру. Ни в коем случае нельзя пользоваться аспирином. Потому что если это вирусная инфекция, там может быть такое действие с тяжелыми последствиями на печень и центральную нервную систему. А другие нестероидные противовоспалительные препараты можно использовать для понижения температуры. Если состояние на следующий день нормальное, ребенок как здорово, никаких проявлений, ни кашля, ни насморка, ни тошноты, ни поноса, естественно, он может идти в садик или в школу. Но что чаще это? Это энтеровирусная инфекция. Потому что мы совсем забыли, что существует более чем 100 подтипов энтеровирусов. И энтеровирусы могут вызывать и вот такую очень легкую, как бы гриппоподобную клинику. И летом они бывают. Это называется трехдневный летний грипп. Даже такая терминология существует, но это не вызывается вирусом гриппа, но энтеровирусами. Это те энтеровирусы, которые вызывали менингиты, вспышки негнойных менингитов. Они могут вызывать и воспаление поджелудочной железы, и вызывать сыпь, и сильные мышечные боли. То есть там очень разные подтипы энтеровирусов. И, конечно, если ребенок здоров, нечего обследовать там. Но если ребенок попадает в стационар, то, конечно, там будет назначаться специальная лабораторная диагностика и насчет энтеровирусов в специализированной лаборатории Центра инфектологии. Но нам пора заканчивать. Из видеочата два вопроса. Один мы, в принципе, обсуждали. Повторим еще раз. Если переболеть энцефалитом, будучи вакцинированным, иммунитет к болезни остается на всю жизнь? Так на сей день считают. И мы даже проверяли наших пациентов после 5 лет переболевания, после 10, потому что им было страшно, тяжелым формам быть, был иммунитет. Какой процент болезни Лайма у латвийских клещей? Вы знаете, таких обследований фактически нет, потому что это намного сложнее лабораторная диагностика. Но, по данным, был один проект в начале 2000-х годов, и тогда инфицированность была два раза выше, то есть боррельями. Если мы считаем, что 5%, где-то в среднем 5-6 вирусов клещевого энцефалита, то 10-12%. Но это было уже где-то лет 7-8 там у нас, когда был такой проект, когда обследовали на Лаймберлез. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти. У нас на протяжении часа была в гостях главный врач Центра инфектологии, профессор университета имени Павла Страдыня Байба Розенталла. Спасибо вам большое. Меня зовут Екатерина Сафронова. Помогал мне звукорежиссер Евгений Копейн. До свидания. Спасибо.